Всем привет, с вами Тори, и данное видео будет направлено на то, чтобы вы смогли узнать меня чуточку лучше. Вас становится всё больше, и я безмерно этому рада. Ранее я озвучивала о себе довольно-таки странные и забавные факты, а теперь пришло время поговорить начистоту... Серьёзно. Мне не нравится, когда моё имя Виктория сокращают как-то иначе, кроме как Тори. Никто из моих новых друзей не знает, как я выгляжу без линз, потому что я без них никогда не хожу. Я считаю, что карие глаза мне идут больше, чем мой натуральный цвет. То же самое касается волос. Крашеные в любой цвет волосы лучше, чем мой естественный блонд. Довольно долгое время я выглядела как парень, и меня это устраивало. Любым абсолютно дамским сумочкам, ну, либо же женским сумкам, я предпочитаю большие рюкзаки. Я очень сильно люблю игры разума. Практически все косметические средства, которые у меня есть, корейские. Я научилась краситься и выбирать себе косметику только полгода назад. Я никогда не отвечаю на вопросы о возрасте и не спрашиваю о нём у других, потому как мне кажется, что человека нужно судить по уму, а не по тому, сколько ему лет по паспорту. Я очень часто ввожу людей в заблуждение по той простой причине, что они считают меня наивным маленьким ребёнком. Да, мне нравится мой образ наивного маленького ребёнка. В реальной жизни, когда люди меня встречают, они думают, что мне 14. И да, повторюсь, я никогда не отвечаю на вопросы о своём реальном возрасте. Меня очень сложно разозлить. Я очень тонкий психолог, и поэтому многие люди, которые знают меня чуточку лучше, меня боятся. Мне нравится изучать возможности человеческого мозга. Если бы не мой видеоблог, я бы стала стритрейсером. Я люблю ставить на себе эксперименты. Я очень сильно люблю наблюдать за людьми. Если люди вокруг меня обычно подчиняются воле своих чувств, то я скорее аналитик. Когда я училась в школе, все преподаватели удивлялись тому, какая у меня память. Из-за того, что в школьных сочинениях я часто затрагивала психологию человека, преподаватели думали, что я откуда-то списала это сочинение. Я легко могу высказать человеку в лицо всё, что о нём думаю. Благодаря своему отцу я на 25% азиатка. Я очень люблю острую еду и терпеть не могу солёную. Когда я заказываю зелёный чай без сахара, на меня всегда смотрят как на инопланетян. Когда я впервые уехала из дома одна в другую страну, мне было 14 лет. Я не люблю, когда люди ноют. У меня есть некоторые проблемы с выражением эмоций и чувств. Я практически сразу замечаю, когда человек лжёт. Я практически всегда различаю, когда кто-то фальширует в песнях и когда они попадают в ноты. В детстве я умела играть на фортепиано. Я считаю, что человек может научиться всему, чему угодно, если он сам этого захочет. Если узнать меня получше, то можно понять, что я ходячая энциклопедия. Всему, что я умею, я научилась сама и без преподавателей. Нежность обманчива. Я считаю, что сила человеческой мысли способна на многое. Но если человек не предпринимает никаких действий, то она абсолютно пуста. Иногда я подрабатываю волонтёром, и мне это нравится. Я люблю читать книги по криминалистике. Я коллекционирую сов и разные забавные баночки. Знаете, типа лимитированных коллекций энергетиков или японского кофе. Я родилась в дождь, и поэтому очень часто можно заметить, что я хожу под дождиком без зонтиков. У меня взаимная любовь с хорьками и змеями. Я знаю, как правильно пользоваться психологическим давлением. Меня очень сложно в чём-то убедить. У меня была награда за чтение скороговорок. По своей природе я начальник, и не могу никому подчиняться. Если посмотреть на мои учебники, то в них всегда можно найти кучу стикеров с заметками. Как мне кажется, любой свой, даже самый большой минус, можно со временем превратить в плюс и сделать своим достоинством. Верьте в себя и своей силой, и знайте, что каким бы вы ни были, вы особенные.